Приветствую вас. Смотрите, ситуация заключается в следующем. Да, вашему мужу скорее всего алкоголизм, вот, с проявлением агрессии, но психологическая прадигма такого состояния была бы не полной, если бы мы, например, не отметили, что в основе проблемы вашего мужа, может лежать его собственный внутренний конфликт и проблематика, его собственная проблематика, его собственные проблемы, его собственные сложности, его собственные трудности. И нельзя не учитывать данный момент, то есть нельзя не рассматривать его. Но, тем не менее, вы производите впечатление созависимого, к сожалению, партнёра. То есть вы производите впечатление именно от человека, который зависит от, значит, ну, от мужчины. И это, конечно, проблема именно для вас. То есть проблема заключается в том, что вы зависимы от своего мужа, и не можете, вероятно, без него быть. То есть вы, несмотря на его действия, несмотря на его поведение, вы всё равно как бы вот с ним находитесь в отношениях, да, вы всё равно пытаетесь, видимо, ему помочь, вы пытаетесь с ним разговаривать, вот, да, это в данном случае, скорее всего, не поможет, потому что мужчины понимают язык, в первую очередь, язык действует, а не язык слов. И особенно, конечно, это касается именно вот людей, у которых есть зависимость в той или иной степени. А у вашего мужчины, она, к сожалению, есть. Так что я бы рекомендовал, наверное, вам изучить тему эту, изучить тему созависимости, поиследовать её, и тогда уже смотреть, что делать дальше, и как делать дальше. Я думаю, так можно ответить на вопрос. Вот. Книжку вы можете почитать Валентина Маскаленко «Созависимость. Семейная болезнь». Хорошая книга. Поможет вам лучше понять, что происходит. Обратите внимание также на то, что вы сами, как говорите, не пьёте. Ам... То есть, у вас к алкоголю отношение, видимо, такое вот, резко негативное. Ну, это, наверное, без причины. А... Почему... Почему у вас отношение к алкоголю такое, что вы не пьёте вообще? Видимо, есть опыт. Был опыт. Вот. Этот опыт, если он есть, необходимо раскрыть и проработать, чтобы он вас не беспокоил. Чтобы он вас не тревожил. И сейчас именно это происходит. Слава. Слава. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Ну, надеюсь, что ситуация разрешится.